Париж, он и ночью, и днём праздник, который всегда с тобой. Особенно, конечно, ночью и с некоторого отдаления, поскольку вблизи, например, варварски разрушают атмосферу курлыкающие арабы в трениках, вываливающие гурьбой из фешенебельной кебабной на Георга V, которая точно напротив одноимённого улицы отеля. Город, он весь, если глядеть в упор, пфуй и шокинг. Грязновато, снуют между туристами опаши, и даже гурунчики в толпе сообщают, что они, эти опаши, жутко верткие, скользкие и опасные. Но тут всего-то и надо, что только малость увеличить масштаб. С минут суетливых прохожих до кучливой брусчатки, до годов безлюдья и консьержерии с Нотр-Дамом. И вот он, опять у вас, праздник. Но нас интересуют лайфхаки. Это не замечать пакостные мелочи, тоже, конечно, лайфхак, но скорее теоретический, нас же интересуют практические. По средам и воскресеньям многие парижские улицы превращаются в фермерские рынки. Часть улиц ими остаётся неделю напролёт с утра до вечера. Французы гении, конечно. Вот как можно в пределах одной улицы удерживать разделёнными ароматы сыров, рыбы, паэльи, пекущейся ветчины и не дать им, смешавшись, превратиться в африканскую вонь? Сами парижане, между прочим, предпочитают почему-то не такие вот уютно-буржуазные марше-артесональ, а дикие и буйные базары, вроде тех, где пираты торговали невольниками. А здесь именно пиратов, кстати, полно, только торгуют они китайским контрафактом. Честно говоря, подумать не мог, что выйду на парижские улицы, на парижскую улицу, если быть точным. И тут же обнаружил какой-то бесконечный совершенно марокканский базар. Здесь торговцы по преимуществу либо африканцы, магребинцы, либо левантинцы. Звучит это невероятно, выглядит исключительно красочно. Совершенно невероятное зрелище, право слово. Меня здесь интересовали сыры, но стоили они не дешевле, чем в магазинах, а тревогу вызывали гораздо большую. Причем с теми же самыми запахом и цветом. Рыба, головоногие и моллюски были дешевыми, но не настолько дармовыми, чтобы перестало беспокоить одно. Например, Дорада перезнакомилась с тысячей прохожих, которые все норовили пожать ей плавник или дружески ткнуть пальцем в брюхо. Как ее, такую популярную, теперь есть? Как, если что, смыть с нее все отпечатки пальца? А чего ж такая толчья все-таки? Наверное, из-за батареек по полтиннику и обувки по 10 евро. Таких денег в Париже, наверное, не стоит вообще ничего, кроме уличного кебаба. Вообще, лоска в городе зримо убывает год от года. Вот теперь выглядит Париж не сытым городом скучающих и потому изобретательных в придумывании забав рантье. Нет, теперь это город бедных, голодных, зубастых, которым дали пару дней на разграбление. Благополучные закуклились и перестали носказать на улице. Вот это вот, к примеру, наверное, смешно, но еще и пугает. Парижский муниципалитет разбивает огородики на бульварах. Предлагает обывателям получать разрешение и растить что-нибудь. Огурчики, помидорчики. Я знаю, что госпожа мэр состоит в зеленых, но все равно как-то это неправильно. Но вернемся к вину. Оно здесь всюду. Есть множество специализированных сетей. Николя, винный погреб, еще какие-то. Мне показалось, что пузырь дешевле тридцатки там подают с таким брезгливым выражением лица, что груз пережитого позора вам придется нести на сгорбленной спине до отъезда. И день, и два, и неделю, и парижане будут с отвращением плевать вам след. Между прочим, моя дальнейшая помятость – это следствие научной добросовестности в исследовании предмета. Я чуть не стал первым энологом, принесшим живот свой на алтарь науки. Самая бесспорно сложная проблема в Париже – это определиться с выбором вина. Дело в том, что здесь их тысяча сортов. Я пытался поначалу действовать по науке, определяясь с апеллясионом, мелизимом, регионом с контролируемым названием. Но, честно говоря, ничего путного не выходило. Дело в том, что их тут тысяча сортов. Если бы у меня были годы на изучение этого предмета, я бы наверняка преуспел. Но у меня не годы, у меня всего неделя. И вот я выработал следующую тактику. Для начала я определил, что все вина дешевле 7 евро. Они слишком для меня грубы. Я все-таки уже лет 5 оттачиваю свой вкус. И успешно перерос чилийские, аргентинские вина и дорос до итальянских. Но французские для меня все еще слишком сложны. И вот я выяснил эмпирическим путем, разумеется, что 7 евровые французские вина для меня слишком грубы. Они слишком незамысловаты. Вместе с тем стоимостью от 9 евро и выше для меня напротив слишком сложны. Вся палитра их вкусов несколько шире моих возможностей оценивать эту палитру. Вот, опять же, эмпирическим путем я установил, что во Франции я могу себе позволить пить вина от 7 до 9 евро. А вернее, ценовой ориентир 8 евро. И, честно говоря, эта метода прекрасно работает. Рекомендую ее вам. Не знаю, будет ли это кому-нибудь полезным, но вдруг. Чем больше в описании вина подробностей, тем оно лучше. Если сообщают только регион, скорее всего, продукт дюжинный. Если названа община, коммуна, виноградник, значит вино выдающееся. Хотя из-за нулей на ценнике вы вряд ли такую бутылку рискнете в руки взять. В общем, если в анекдоте про алкоголика он как раз просил, давайте без подробностей, какой на дворе год и что это за страна, то ценитель же как раз въедливо изучает мелочи. День и час закладки вина, а также координаты до географических секунд. Ну вот, после многочисленных экспериментов, после частых возлияний, я наконец остановился на вине под названием Шато Пейрос 2012 года. Оно как раз относится к той ценовой категории, которая я считаю для себя еще понятной. Которая включает те самые оттенки вина, мне доступные. Надо сказать, что Пейрос мне не говорит ровным счетом ничего. Что-то смутно припоминается, что замок с таким названием имел отношение к альбегойским войнам, и там, кажется, грешили катарской ересью. А если это вино связано с альбегойскими войнами, то ничего удивительного в том, что оно качественное нет. Дело в том, что катары с большим вкусом подходили к греховодничеству. Ну, правда, предпочитали прелюбодейство, но и вином не брезговали. И потому оно по нашим временам остается достаточно хорошим. Уже собираюсь в Париж, я твердо решил для себя, что готовить буду вечерами дома. Дело в том, что общепит парижский, особенно приличного уровня, достаточно дорог. Ну, к примеру, в какую-нибудь двадцатку без вина вы, может, и уложитесь в результате похода в ресторан. Но, честно говоря, вам либо очень повезет, либо случится это на окраине где-то. Нет, в общем-то, рассчитывать на это, безусловно, не стоит. Существует еще целый класс заведений, куда ходить лучше воздержаться. Это арабские обжорки, кебабные. Там, наверное, можно в десятку уложиться, в 10 евро. Но, в целом, вы рискуете выйти оттуда как минимум с изжогой, а то и с полноценным огорчением желудка. Вот, исходя из этого, я рассудил здраво, что наиболее подходящая для моего желудка пища может выйти из моих рук. Соответственно, для начала, сегодня я их готовить не буду, всего лишь купил себе устриц, достаточно сытная и, безусловно, полезная пища. Ну, а далее, с завтрашнего дня начну готовить. Пока же я их стану скрывать. Рекорд, кстати, 3 минуты на дюжину. Но нужны особые инструменты. И всегда есть реальный шанс получить увечья. У настоящего устричника пальцев меньше положенного, а сохранившиеся короче положенного. Ну, теперь их можно поедать, как и полагается, ровно дюжина. На чистку, на то, чтобы открыть створки, у меня ушло 7-8 минут. Не рекордсмен, конечно, но результат неплохой. Ну, и употреблю их, разумеется, с вином. Красным, да, я знаю, что это нарушение принципа. Полагается, с белым. Ну, как-то я белым не силен. Не очень хорошо разбираюсь по вкусу. А порт себе вечер чем-то нелюбимым очень не хотелось бы.